Православные празднуют День Святой Равноапостольной Нины, просвидетельницы Грузии. По этому случаю в одном из старейших зданий Владикавказа состоялся молебен. Возглавил его исполняющий обязанность настоятеля храма священник Георгий Балатаев. Звучали церковные песнопения на русском и грузинском языках. Дорогие у Христа, поздравляем вас со святым праздником Святой Равноапостольной Нины. В нашем храме первая праздничная служба была на Рождество Господа Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня же первый престольный праздник. Правда, мы литургию не совершаем молебен от священия Макафиста, но надеемся в скором времени молитвами наших прихожан, дорогих помощников, милостью Божией, возвратить в себе храм во славу Божию. История этого праздника уходит в далекое прошлое. Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина стала молиться при Святой Богородице. Царица Небесная вняла молитвам праведницы. Перед святыней вознесли молитвы около сотни верующих – мужчины, женщины, дети. В этом храме ощущаешь действительно присутствие Равноапостольной нашей великой Нины. И хочется очень много сказать доброго, светлого в отношении того, чтобы мы все постарались. Вот какую-то частичку внести в этот храм, поскольку старинный действительно храм очень наморенный. И хотелось бы нам всем, чтобы он восстановился, чтобы прихожане приходили, молились и действительно получали большую помощь. Грузинская школа, в которой сегодня прошел молебен, была образована во Владикавказе в конце 19-го столетия. При ней же выстроили домовую церковь. В 30-е годы 20-го века ее упразднили, но пять лет назад церковь удалось вернуть. Теперь все верующие ратуют за восстановление храма. Сейчас здесь каждую субботу проходят службы. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.